А часто вы койки на площадке? С ребенком два раза. Наталья и Марк живут буквально в паре шагов. По словам мамы, такая площадка способствует физическому развитию и укреплению здоровья. Тренажеры появились здесь около пяти дней назад. Я хочу поблагодарить законодательное собрание Краснодарского края, в первую очередь Юрия Санча, Абурлачка, что он уделяет внимание нашему городу-куорту. И благодаря ему мы установили 11 детских площадок и в сельских округах установили. И установили две площадки спортивных тренажеров. Для города это нужно, население у нас растет, дети растут, все для детей. Этот комплекс установлен во дворе дома номер 119 по улице Лермонтово. Глава города-курорта Юрий Поляков осматривает новый спортивный объект. Вторая площадка в центре Анапы, в самом начале улицы Горького. Людмила Финько из республики Коми, внук из Перми. Именно он нашел тренажеры, пока гуляли неподалеку. Вот такого плава оцениваю положительно, потому что все остальное, это как кидать бананы, шарики лопать, это все уже и неинтересно, и дорого, и родители на это не соглашаются, деньги тратятся каждый день. А здесь, пожалуйста, бесплатно и здоровье. Кроме спортивных комплексов, Анапа получила детские площадки. Пять установили в городе и шесть в сельских округах. По словам Юрия Полякова, депутаты Краевого законодательного собрания утвердили финансирование следующего этапа проекта. В рамках второго транша Анапа получит еще более десятка площадок. Благоустройство дворовых территорий, как в Анапе, так и в сельских округах, один из приоритетов в работе муниципалитета. Ирина Меркурьева, Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.